Цветная металлургия. Хроника 2019. Производство цветная металлургия. Хроника 2019. Страна вступает в новый металлический 2020 год. Пожелаем новых успехов российским металлургам. И вспомним 2019. Январь ВСМПО «Ависма» запустила производство титановых колец для двигателей. Байкальская горная компания начинает строительство энергетических объектов ГМК Удакан. Февраль президент РМК Малмышская даст нам дополнительно 100 тысяч темеди в год в Ингушетии и построит завод алюминиевых сплавов. Март КМЭС получил первое оборудование для нового цеха медной фольги УГМК. Инвестирует 6,2 миллиарда рублей в капитальное строительство Гайского ГОКа. В рамках КФ-2019 прошел символический запуск Богучанского алюминиевого завода. На Челябинском цинковом заводе выпустили опытную партию оловянно-индиевого сплава. Апрель СИП-кабель установил исторический рекорд по объему переработки. Медик УЗОЦМ запустил сервис проверки подлинности сертификатов. Русал ИТ-Композит тестирует технологию производства сыробетона. С применением красного шлама Майполема представила новые материалы для судостроения. На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов установлен новый волочильный стан. Июнь прогноз развития рынка цветных металлов до 2023 года. Группа РМК инвестирует более 1 миллиарда долларов в производство. В 2019 году полиметал займется добычей меди и цинка на Северном Урале. В России создали новый сплав для авиакосмической отрасли. Урал Электромедь запустила в эксплуатацию новую печи для производства медных гранул. Июль объем рынка алюминия в России в 2019 году составит не менее 1,71 и 1,72 миллион ТЭФ. Коменск-Уральском 18 июля состоится презентация нового прокатного комплекса КУМЗА. Август УГМК объединяет активы «Русал» объявил результаты первого полугодия и второго квартала 2019 год. Утвержден новый гост на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы. Сентябрь растех будет добывать в Альфрам и Малибден в КБР. Гендиректор «Русала» Евгений Никитин, более 300 сотрудников центрального офиса переедут в Красноярск. В Твере запустили новый цех горячего цинкования. Аурал-электромедь увеличила обработку металла на 40% за счет нового станка плазменной риски. Октябрь НТЦМ увеличивает выпуск продукции и прирастает в выручки вторичная медь в производстве кабельной продукции. Урал-электромедь запустила вторую печь обжига в Сверловской области. ЧМК освоил новый профиль для вагоностроения и строительства – фероморганец. Экспорт 10 месяцев 2019 год – 65 тысяч т, второй результат в новейшей истории после пика 2010 год – 77 тысяч т, молибден и продукция из него. Экспорт за 10 месяцев 2019 год – 458 тонн, лучший результат как минимум с середины 90-х годов. Ноябрь Метал-Экспо Апостроф 2019 помогает ВСМПО АВИСМО обеспечить задел на будущее. Технологический прорыв даст Норильскому никелю большой экономический эффект декабрь. ПВСИ в России представляет результаты исследования российской золотодобывающей отрасли рынок алюминиевого профиля. В России по 2019 году вырастет на 1,53%. ЛМЗСКАД сохраняет высокий уровень производства алюминиевых дисков. На Челябинском цинковом заводе состоялось открытие нового кислородного цеха. Рудники Комсомольский и Скалисты объединились на глубине 900 метров. ГГЛ Рудники Комсомольский и Скалисты объединились на глубине 500 метров.